Привет всем дорогие друзья и сегодня мы поговорим о новой лопате Samsung под названием Galaxy S3. Ну что ж, поехали! Ну пожалуй начнем с того, что у этой лопаты размер экрана 4,8 дюйма, разрешение 1280 на 720 точек. ППА 309 на дюйм, у айфона 4s и у айфона 4, также у iPod Touch 330 ппи. То есть никакого преимущества у самсунговского дисплея нет, а наоборот только хуже, так как он больше на 1,3 дюйма и они не смогли впихнуть туда разрешение получше. Ну и да, этот телефон находится на втором месте у компании Samsung по размерам экрана. То есть на первом месте это конечно же Samsung Galaxy Note, та еще лопата. Потом идет данный Galaxy S3, а потом уже идет Galaxy Nexus, у которого если не ошибаюсь 4,67. А значит второй минус это конечно же вес. То есть весит он всего лишь 133 грамма, когда айфон 137 если я не ошибаюсь. То есть там пластик, может даже прорезиненно где-то. Ну не знаю, короче весит мало. Американская версия данного смартфона будет поддерживать 4G LTE сети, прям как новый iPad. Камера у данного чуда 8 мегапикселей, автофокус, вспышка. Снимает Full HD видео с 30 фпс, у айфона 4s если я не ошибаюсь с 60 фпс. Камера фронтальная 1,9 мегапикселя, снимает видео в 720p, 30 кадров в секунду. Что мне понравилось, так это 4-х ядерный Cortex-A9 процессор, который имеет частоту 1,4 ГГц. Стекло Gorilla Glass 2. Ну что ж, а теперь скажем так, практическое использование. То есть например на айфоне вы сможете одним пальцем без проблем дойти куда угодно. И вам будет очень уютно. Когда же на Samsung Galaxy S3 вам придется держать телефон в одной руке и вот так вот тыкать по разным сторонам. Потому что одним пальцем вы никак не дотянетесь до туда, например, досюда. Как-то вот так вот тянуться. Ну короче это натуральная лопата. Характеристики конечно радуют, но все равно. Например у айфона характеристики скажем в раза два наверное хуже. Но он будет работать в разы лучше, чем это в Samsung Galaxy S3. Так как система оптимизирована под железо. Когда у андроида на одну систему куча различных смартфонов, различных марок. И у всех у них одна общая версия. Также вместе с анонсом Samsung Galaxy S3 была представлена почти точнейшая копия Siri. То есть называется она S-Voice. Картинка вот тут. Посмотрите как идентичны интерфейсы. То есть корейские братья пытались копировать абсолютно все. Далее S-Cloud. То же самое что и iCloud. Scan and Match. iTunes Match. Display Sharing. То есть AirPlay. И также небольшой плеерчик S-Pebble. То есть iPod Shuffle. Ну а теперь немножко поговорим о дизайне. А точнее дизайн просто ужасный. То есть закругленные уголки. Куча блогеров записали, что им тоже не нравится. Также меня поразили ужасные цветовые оформления, в которых предлагается Samsung Galaxy S3. То есть это темно-синий и белый. Белый-то еще ладно, но синий. Как до такого можно додуматься. Сделали бы как все нормальные люди в черном. И пишут, что этот дизайн чуть ли не вводит их в бешенство. Конечно да. Сам смартфон тонкий. 8,6 мм против 9,3 у айфона. Но эти скругленные углы это просто ужас. Это надо видеть. Вот видите, вот тут. Значит, конечно же да, наверное, держать удобно. Такую форму. Но выглядит это просто ужасно. Материалы производят некачественное впечатление. Но опять же из слов блогеров. Все выглядит дешево. Экран не производит впечатление, как производил экран Galaxy S2. Ну и тогда скажу, кому подойдет данный телефон. Подойдет дачникам, которые должны вспахать грядку. Которые должны выкопать картошку. Им подойдет этот смартфон отлично. Ну а теперь более целенаправленно. Конечно, кому-то нравится Android, так как открытая система. Конечно, кому-то нравится iOS, так как закрытая система и в ней нет никаких вирусов. Кому-то нравятся продукты Apple, потому что они оптимизированы под софт. А точнее, железо оптимизировано под софт. Из-за этого все летает. Android, конечно же, будет поглючнее. Многих, конечно же, склоняет на сторону Android также и стоимость самих аппаратов. Кстати, Samsung Galaxy S3 будет стоить примерно столько же, сколько iPhone 4S на 16 гигабайтов. Так все решает, дорогие друзья, вам. С вами был Apple Expert. Всем пока. С вами был Игорь Негода.